Попробуй Попробуй У каждого было свое место в жизни, могли исполниться самые заветные, самые несбыточные мечты. Вспомним, как мы жили, что любили и чему радовались, когда все мы были молоды. Привет, мальчики и девочки. Помните, все, что нажито непосильным трудом? Три магнитофона, три кинокамеры заграничных. Эту фразу из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в нашей стране цитировали со смаком. Увидеть все эти, как сказали бы сейчас, гаджеты можно было исключительно только в том доме, где проживали люди с очень большими связями и средствами. А что же еще в СССР было символом богатства и высокого положения? Давайте вспоминать. Многие советские люди верили, что в нашей стране все равны. Но на бытовом уровне это было далеко не так. В некоторых квартирах можно было встретить чудо-вещи на все случаи жизни. Такие богатства простым советским гражданам были почти недоступны. Что мы могли приобрести, тем и пользовались. Что для одних советских людей было обычным атрибутом быта, а для других считалось недосягаемой роскошью. Вот это вот современного вида стиральная машина. Я бы эту стиральную машину поставил вместо камина и смотрел на ее, когда она крутит это белье. Холодильник уже был таким перевелегированным, таким гаджетом. О каких гаджетах мечтали в СССР? Можно было любую девушку охмутать, если ты был обладатель этих часов в кассе. Как обходились без главных сегодня помощников по дому? Пылесосов, кухонных комбайнов, холодильников и микроволновок. Я помню, как мама гречневую кашу. Она когда уже было тепло сохранить, конечно, брала самое теплое одеяло. Все это заворачивалось. Это был венчик, который был очень здорово взбивать яичные белки. Это была большая деревянная разделочная доска, на которой удобно катать тесто. В Советском Союзе долгие годы роскошью считался даже обыкновенный холодильник. Их не было вплоть до второй половины 50-х. Правда, попытка наладить производство была предпринята еще до Великой Отечественной войны. В середине 30-х годов нарком пищевой промышленности Анастас Микоян, вернувшись из поездки в Америку, предложил Сталину организовать в СССР выпуск бытовых холодильников. Вождю эта идея не понравилась. Зачем тратить государственные средства, если у нас длинная зима, и население привыкло хранить продукты в погребах и сараях? В простой городской квартире холодильник был чаще всего за окном. Там зимой и хранили еду вот в таких вот овосечках или в ящике. Чтобы лишний раз в холод не распахивать окно, ящик вставляли прямо в порточку. Он тогда был таким же украшением фасада, как сегодня кондиционеры. Ну что, пойду-ка уберу я продукты в советских холодильниках за окном. Был еще один вариант холодильника по-советски. В хрущевках, еще при строительстве, делалась специальная ниша шкаф. Прямо под окном на кухне. Там и хранили продукты. Дом такой, строился как-то так интересно, что делался в кухне. Шкаф глубокий такой. И он как бы выходил туда, вот больше на улицу, что ли. Он был холодный. И вот это было место холодильника. И там все хорошо сохранялось. После войны Микоян вновь поставил вопрос о производстве бытовых холодильников. И на этот раз получил одобрение Сталина. Было решено организовать их выпуск на московском автомобильном заводе «ЗИС», на Саратовском авиационном заводе и на машиностроительном заводе в Муроме. Партии были небольшими. 50 тысяч штук в год на всю страну. В свободной продаже появлялись редко. Их можно было приобрести главным образом на предприятиях по записи. В коммунальных квартирах часто один холодильник был на несколько комнат. «Соседи держали на пару, там могли трое собраться людей, у них к каждой своей полочке были. Холодильник, конечно, была тоже роскоши». Но делиться своим холодильником были готовы не все. Интересный факт. На ЗИСе даже выпускали пузатый ЗИЛ «Москва» с замком, который закрывался с помощью ключа. Но в целом первые советские холодильники были далеки от совершенства. Даже самые маленькие были очень тяжелыми, громко гудели, дребезжали и порой замораживали продукты. «Минутку, минутку. Так, 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 пройдет, пройдет. Привей, привей. Ага. Вот так. Ага. Вперед!» «Они морозили, да, замораживали. Морозилка была наверху такая вся со льдом, воротник такой. Обязательно размораживался. Все выкладывалось в этот самый, в какую-нибудь огромную большую кастрюлю. Все. Там упаковывалось. Сутки размораживалась вся эта фигня. Вливалась вода. Все это на сухо вытиралось и заново морозилось». Средняя зарплата в СССР в середине 70-х годов выросла до 150 рублей. Это как раз цена недорогого холодильника. Но у людей со связями был совсем другой уровень жизни. И охотились они не за отечественным, а за более престижным финским холодильником. Именно потому такой аппарат стал очень весомым аргументом в торге за комсомолку, спортсменку, отличницу и просто красавицу. Из популярной картины «Кавказская пленница». В общем-то, 20 маран, 25, 20, 20, холодильник Розу Лев, финский, хороший, почетный грамот. И бесплатный путев к Сибири. Но были вещи, на которые советский человек мог потратить последние деньги. На часах 17 часов 6 минут 48 секунд. И это не все. Эти электронные часы японско-корейского происхождения показывали даже дату и день недели. А некоторые могли проигрывать аж до 14 мелодий. Для советского человека такие часы были самым настоящим чудом. Да и у меня такие были. Мне мама подарила. Этот чудо-гаджет придумали в стране восходящего солнца. Японские электронные часы говорили механическим голосом. Могли показывать время в любой точке мира. А в 1983 году вышли модели с двуязычным словарем. О таких в СССР, конечно, мечтал каждый. Я помню, как ребята, которые служили в Афганистане, привозили часы Кассио. И это было невероятно круто, потому что некоторые часы еще были кнопочные калькулятор. То есть часы-калькулятор. Можно было на этих часах посчитать. Это было что-то невероятно крутое. У всех были часы какие-нибудь слава там, да, отечественные. А тут японские. Конечно, эти люди вызывали неподдельное восхищение. То есть можно было любую девушку охмутать, если ты был обладателем этих часов Касси. Однако слабый пол, особенно дамы семейные, чаще всего мечтали совсем не о часах. Долгие годы у нас в стране в большом дефиците были стиральные машинки. Почти все советские женщины стирали вручную. Все-таки не серьезно, народ, эти мужики. Посмотришь, вроде солидный человек. Кандидат наука каких-то. Я ему черти что плету. Такую лапшу на уши вешают. А он что слушает? В домах людей состоятельных все было по-другому. Для номенклатурных работников еще в середине 20-х годов стали закупать стиральные машины за границей. Попадали к нам эти удивительные по тем временам приборы в основном из Америки. В нашей стране стали выпускать собственные электрические прачки, но они были по карману далеко не каждому. Стоили 600 рублей. Для сравнения, высокой считалась ежемесячная зарплата в 65 рублей. При этом машинки громыхали так, что находиться в квартире было невозможно. Но я до сих пор стиральные машинки не люблю, потому что мне кажется, они все громкие. Меня немножко раздражает всегда этот звук. Я бы, пожалуйста, только до меня дома не отпустя. Пусть она работает, мне не надо включать. А еще первые машины были полуавтоматическими. В них требовалось наливать воду для стирки, а потом сливать. Под нами жил знаменитый писатель, классик советской литературы Владимир Солоухин. Вот я этих несчастных Солоухинок затопил раз 30, наверное, набирая воду в старинную советскую стиральную машину Эврика. Сначала они так ругались немножко, потом у нас просто звонили в дверь, как Егор, как течет. Ну, я уже испортил все, и пройдусь. Но некоторые люди использовали стиральные машинки совсем не по назначению. В Брагу они не родили. У меня куда-то родители уехали. Ну, и как ему же в таком возрасте подросткового, конечно, так, все, как сегодня у меня. И кто сказал, знаю, надо сделать Брагу, нужно там, дрожжи, чтобы быстро, это говорят, это в стиральной машине делается, то есть, чтобы она там, значит, процесс идет, и она... И вот мы помним, это стиральная машина, мы туда накидали Брагу, налили воды, и она бродит. Но мы выпили все содержимое еще до того, как оно приготовлено. У детей в Советском Союзе были свои предметы, характеризующие достаток и возможности семьи. В 1984 году у мальчишек и девчонок появилась первая карманная электронная игра «Ну, погоди», в которой волк из одноименного мультфильма ловил яйца. Вот это была игра потрясающая. Вот это я играла, очень мне нравилось, да. Ну, в метро там или где. Вот о ней, по-моему, долго мечтал, потом она у меня появилась. Ну, по-моему, ее тоже было невозможно достать, как-то такое было. Дети, конечно, мечтали о таком приборе и очень переживали, если его не было. Но если у кого-то во дворе появлялась эта игрушка, проблема решалась моментально. С ней просто играли по очереди. Если у кого-то во дворе это появлялось, то эта игрушка, она просто использовалась беспощадно. Вплоть до того, что просто садилась эта батарейка маленькая, и потом эту батарейку сложно было найти. Поэтому гаджеты в советское время, в мире тотального дефицита, это было, мне кажется, что-то из области космических аппаратов. У взрослых были свои взрослые игрушки. В Советском Союзе очень многие увлекались фотографией. Но если фотоаппарат могли позволить себе многие, то любительская кинокамера была доступна единицам. Долгое время кинокамера была доступна только профессиональным киношникам. Ни о каком хоум-видео не могло быть и речи. Но любительские кинокамеры стали выпускать уже в конце сороковых годов. В первое время они были очень дорогими, и, конечно, позволить их мог себе далеко не каждый. Но дышите глубже, Валентина, вы взволнованы. Ну, лямочку, лямочку пониже опустите. Так вы лучше. Так значительно лучше. Красота. Особой популярностью кинокамеры стали пользоваться к началу 60-х в разгар оттепели. В те годы даже вышел документальный фильм «Я кинолюбитель», в котором рассказывалось о том, какие кинокамеры были популярны в СССР и что снимали операторы и режиссеры-любители. Высоко в горах Кавказа на одном из склонов приютилась одинокая горная хижина. Здесь живут лыжники, альпинисты, будущие лыжники-альпинисты, просто загорающие и уже подгоревшие. Любительская кинокамера считалась очень стильной вещью. Весела она около 600 граммов. Благодаря своей миниатюрности она вполне могла поместиться в сумку или в рюкзак. Я вот с интересом смотрю, там мои ровесники иногда показывают какие-то детские свои документальные кадры. И какие-то люди, ходящие в походы на байдарках и с гитарами. Это я удачно зашел. Но широкого распространения любительские кинокамеры не получили. Кинолюбителей было от силы сотни на всю страну. У большинства людей просто не было денег на такие дорогие игрушки. К тому же для воспроизведения изображения требовался еще и кинопроектор. А советский человек в первую очередь приобретал вещи полезные и нужные в хозяйстве. В нашей кухне коммунальной безобразные дела. Кто-то стырил натурально веник новый из угла. А вот веничек был основным орудием уборки любой квартиры. Поэтому относились к нему бережно. Чтобы ручка не разваливалась, на нее наматывались женский чулок. В домах людей состоятельных имелся большой, мощный и очень шумный пылесос. Зато он и ковры чистил, и комаров ловил. А если надо, и потолок можно было побилить. В умелых руках ему не было цены. Показывай один раз. Король уборки! Это я! Один из самых популярных советских пылесосов «Вихрь» выглядел очень воинственно. Он был очень красивый. Он был такой старый, похож на шлем пожарного. Или на шлем греческого воина. Без этого, без плюмажек только. Они вообще такие вещи красивые, особенно в 60-е годы. Советские конструкторы и производители пылесосов обладали бурной фантазией. И все свои произведения называли мощно. Например, «Тайфун», «Циклон» или «Буран». Пылесос был такой неподъемный, что очень нужно было звать папу, чтобы его перетащить с одного места другое или тянуть трубу. Но труба была такая не просто пластмассовая, еще и перевязанная, значит, нитками, была крепкая. Вот для меня пылесосная труба, она была и микрофоном. И я включал, значит, звук, направлял на себя. Казалось, что это какой-то спецэффект или это какая-то съемка, что-то гудят аппаратура, световые приборы. И вот я сейчас передвигаю огромную телевизионную камеру. Для меня вот пылесос был, это огромная телевизионная камера. Вот играл я в это постоянно. В те годы даже ходила шутка. Собрался стирать или пылесосить, предупреди соседей, что это не налет вражеской авиации, а всего лишь уборка. Но в некоторых советских квартирах было подозрительно тихо, даже по выходным. Про их хозяев говорили. Укомплектованы по полной. У импортных пылесосов было одно большое преимущество. Они работали почти бесшумно. Именно такой заграничный помощник в уборке однажды появился в квартире популярной актрисы Ларисы Лужиной. Когда уже квартиру, у меня когда купила кооператив, после уже закончив институт, первое, что я купила пылесос, то я купила в Германии даже. Они здесь, я уже снимала в Германии, и оттуда привезла вот пылесос. Че так поздно, давай подключайся. Хозяева телеграмм прислали, послезавтра приезжают. Что значит интеллигентные люди? Заранее предпреждают. Советская пропаганда заверяла людей, все, что производилось в стране, придумано отечественными изобретателями. На самом деле это не так. Например, пылесос «Чайка» был точной копией своего голландского собрата. И таких примеров немало. Например, кондиционеры или лазерные проигрыватели. Но были аппараты, которые сначала придумали у нас, а потом они стали популярными на Западе. Вот он, жареный факт, картошечка. На этот запах слеталась вся семья. Но в сковородке не столько готовили, сколько разогревали еду. Что такое микроволновка в Советском Союзе, знали только в обеспеченных семьях. Там эта вещь, достатка и комфорта, появилась уже в конце 70-х годов. Ну, все, вроде готово. Нет, минут 10 еще постоит. Кать, еще 10 минут постоит и готово. Но в Советском Союзе микроволновки могли появиться гораздо раньше. Еще 13 июня 1941 года в газете «Труд» была описана установка, использовавшая токи ультравысокой частоты для обработки мясных продуктов. Она была разработана в лаборатории магнитных волн Всесоюзного научно-исследовательского института мясной промышленности. Но вскоре началась война, и про советскую микроволновку пришлось забыть. Для того, чтобы блюдо не разогревать заново, люди еще долго пользовались старым дедовским методом. Я помню, как мама гречневу кашу, вот особенно гречневу, почему-то в любые каши, и даже картошкой, что она, когда нужно было тепло сохранить, конечно, брала самое теплое одеяло, или какой-нибудь пуховой платок, или там плед какой-то. Все это заворачивалось. Стас, мы еще сверху несколько подушек, накидывали, чтобы это все сохранилось в таком теплом виде. Но это был очень хороший способ. Кстати, я даже иногда здесь, в Москве, это делала. У меня не было микроволновки, я так сохраняла долго. Но когда в Советском Союзе наконец-то стали производить свои микроволновки, в народе сразу поползли слухи об огромном вреде электромагнитных лучей, которые излучают эти аппараты. дошло до того, что на какое-то время производство и использование советских микроволновок запретили. У нас появилась микроволновка огромная такая, голова болела, когда она работала, потому что она очень мощная была. Я помню, я там курочку один раз приготовил, положил курицу, включил и открыл, через пять минут а курочка превратился в такой уголек маленький, и вот его на шее можно носить. Это совсем камень. Маленький обугленный метеор. В некоторых семьях советской элиты были вещи, о существовании которых советский человек узнал уже после развала СССР. Это были приборы из мира будущего. Домашний телефон гаджетом никогда не считался. Хотя был далеко не у всех. А вот примерно такой радиотелефон, это да, устанавливался он исключительно в автомобилях советских боссов. Поэтому обычный советский мужчина лишь в мечтах мог представить себе, как он в машине снимает трубку, набирает нужный номер и так небрежно бросает. Алло, алло, алло. Да, в окошко глянь. Ну да, это я. Звоню из авто. Выходи, жду. Но ты сама время тянешь. Я говорю, жду тебя. В начале 60-х годов в Воронежском НИИ связи было создано устройство для подвижной радиотелефонной связи Алтай. Аппарат обычно стоял в машине. Для звонка было достаточно лишь набрать нужный номер, минуя разговор с диспетчерами. Список абонентов утверждали в КГБ. Лёвочка, Томин, удалось разыскать Павел Павловича? Где? В антиалкогольном профилактории? Такая широта интересов. Ладно, позвоню. Но мало кто знает, что еще до создания системы Алтай, а именно в 1957 году, советский инженер Леонид Куприенович изобрел один из первых в мире мобильных телефонов. Алло, я вас слушаю. Он имел радиус действия до 30 километров, но весил около 3 килограммов. Такие весовые характеристики не позволяли носить телефон с собой, поэтому в 1958 году Куприенович создал усовершенствованный образец размером с пачку папирос Казбек и весом в полкилограмма. Но по каким-то причинам в СССР в массовое производство первый мобильный телефон так и не поступил. Поэтому родина этих аппаратов считается США, где их выпуск был налажен еще в 70-е годы. У папы был такой телефон в Америке. Я тоже очень удивлялся к этому. В американской машине. Когда я приехал в советский сад, ну, уже в Россию, превернулся, закончив университет в Кемвридже, то уже все мои друзья чеченцы ходили с такими чемоданчиками, телефонами по 10 тысяч долларов они стоили. И вот когда они на какую-нибудь сходочку собирались, там что-нибудь побазарить, погудеть, то в прихожей всегда стояли такие аккуратные ботиночки и телефончики, и они такие все в белых носочках спортивных сидели. Да что там мобильник. Для советского человека в диковинку был даже прибор, который сегодня знает каждый – кондиционер. В Советском Союзе он долгое время считался непозволительной роскошью. Так, в 1940 году за публикацию ряда материалов о кондиционировании воздуха разгромили журнал «Отопление и вентиляция». Эти статьи были восприняты как пропаганда буржуазных взглядов в технике. Поэтому в некоторых уголках нашей большой страны, долго, вплоть до начала 60-х, люди даже не знали, что это за диковинка такая – кондиционер. Я вырос в Казахстане, в Южном Казахстане. Это невероятно жаркий край, Чемкенская область. И летом там, конечно, температура доходит до 40-45 градусов. Ни у одного человека дома я не видел кондиционер. Каким-то образом мы умудрялись в эту жару спасаться в прохладных помещениях. Азиаты ходили у нас в теплых чапанах, особенно дедушки. Они тюбетеечка и теплый стеганый чапан. В жару 40-к градусный я удивлялся, как они там выживали. Но кондиционеров ни у кого не было. А главным прибором, который помогал спастись от жары в городской квартире, был вентилятор. Их у нас выпускали в большом количестве. Дизайн советских вентиляторов, особенно в 50-е и 60-е годы, отражал устремленность человека в небо, в космос и навевал мысли об авиации. Перед ним часто вешали мокрую простыню. Или ставили бутыли со льдом. Вот вам и доморощенный кондиционер по-советски. У нас он был такой небольшой настольный вентилятор. И мама время от времени, конечно, его включала, когда было совершенно невыносимо жарко. А чуть позже мы приобрели, это называлось люстра, люстра-вентилятор. То есть он выполнял сразу две функции. Освещал комнату и, собственно, гонял воздух, этот теплый воздух. Но, насколько я помню, он совершенно не охлаждал. Просто гонял теплый воздух по квартире. В большинстве своем простой советский человек такие люстры в глаза не видел. Особо за ними не охотился, да это и не требовалось. Выручал обычный вентилятор, доступный каждому. В конце 50-х в СССР в широкой продаже появился еще один прибор, облегчающий жизнь советского человека. Электробритва. О ней мечтала вся мужская половина населения. С нею бриться стало быстрее и приятнее. Для женщин же эта новинка на какой-то период решила вопрос с выбором подарка по случаю. Раньше цирюльники брили клиентов опасной бритвой, похожей на столовый нож. Но, чтобы не поранить человека, они должны были хорошо натягивать ему кожу на щеках. С появлением электробритвы подобные проблемы отпали. Этот чудо-прибор спокойно скользил по коже, делал ее гладкой, шелковистой в считанные секунды. Не то, что старинные бритвы, которые использовали цирюльники в начале 20-го века. Вот так, друзья, железный конь пришел на смену крестьянской лошадке. Говорят, что во время визита Никиты Хрущева в Соединенные Штаты ему очень понравилась электробритва как альтернатива привычному бритвенному станку. Первая электробритва появилась в СССР в 1957 году и имела очень длинное название – «Точь электроприбор». Да к тому же она рычала, словно трактор, раздражала кожу, а некоторых вообще брить отказывался. У меня были эти электробритвы, потому что, ну как пацан без электробритвы, правда, живет. А то, что она меня брить не могла, это уже был секрет. Пожалуйста. Что это? Бритва самой последней марки. Ой, зачем, Надя? С этими, как вы, плавающими ножами. Зачем делать такие дорогие? Берут пример с тебя. Со временем бритвы стали очень удобными. Однако с их появлением поклонников станков меньше не стало. Ведь это была какая-то особая, исключительно мужская история. Бритье станком считалось небезопасным. Можно пораниться и довольно сильно. Именно поэтому высоко ценилось умение бриться аккуратно, без порезов. Рома, эгоиста, педант проклятый. Пусть зарастет с ног до головы с меня довольно. Рома, ты что? Хватит не бриться. То есть бриться, мыться, стричься, делать. А что ты делаешь? Слушай... Не быть дикарями. Слушай, а может мне тоже, а? Что? Побриться? Давай, кому нужна твоя козлиная борода. При этом выбор был и у поклонников станка, и у любителей электробритвы. Последнее, несмотря на все новшества и удобства, стоило недорого. Так, в начале 60-х бритву Нева можно было приобрести за 14 рублей. При средней зарплате 60 рублей в месяц. Но были в СССР бытовые устройства, которые стоили, как автомобиль. Когда у кого-нибудь из соседей появлялся первый видеомагнитофон, эта новость тут же разносилась по всему дому. Вы слыхали? Ушнер новых видик появился. Да вы что? Иметь свой личный видеопроигрыватель считалось очень и очень престижным. Это как сегодня, ну-ка, собственный вертолет, что ли, иметь. Но вот для того, чтобы сохранить добрососедские отношения, счастливые обладатели видеомагнитофона время от времени приглашали на совместный просмотр какого-нибудь забугорного боевичка-соседей. Добро пожаловать, дорогие наши товарищи, в домашний кинотеатр. В СССР видеомагнитофоны стали доступны только с начала 80-х годов. Но стоила такая роскошь – 1200 рублей. «Пришло к нам чудо-видео, пришло к нам чудо-видео, пришло к нам чудо-видео, газет!» Дело было не только в цене. Первое время право на приобретение такого рода устройств имели исключительно ветераны войны и герои труда. Только они получали талоны на покупку видеомагнитофонов в магазине. «Отдать когда-то душу, без сомнения, мог Фауст за мгновение одно, зато теперь прекрасные мгновения, легко нам дарит видео, легко нам дарит видео, легко нам дарит видеокино». Видеомагнитофон – это, конечно, когда была возможность на работе у родителей по каким-то талонам. Мне, наверное, было лет 12, когда это появилось. Было очень интересно. Конечно, сразу такое окно в другой мир, сразу вот эти фильмы все с переводом за кадром. К концу 80-х в каждой зажиточной советской семье имелся свой личный кинотеатр. Но видеофильмы можно было посмотреть и в салонах, которые встречались практически на каждом шагу. В школах, в спортивных секциях и даже в ЖЭКах. Часто, чтобы посмотреть заветное видео, аппаратуру вместе с кассетами просто брали в аренду на ночь. То есть мы собирали компанию, открывали какую-нибудь там бутылку портвейна. И вот там смотрели эти фильмы всю ночь, потому что утром нам нужно было идти на работу, а Видеомагнитофон нужно было отдать, потому что он был уже зафрахтован на следующую там ночь, на следующую компанию. И он так вот путешествовал. Но мы скидывались там по рублю, по-моему, для того, чтобы как-то дать хозяину возможность заработать. Встречались и передвижные, оборудованные прямо в автобусе видеосалоны. Цена просмотра – 10 копеек за мультфильм, 50 копеек за голливудский боевик, полтора рубля за эротику. Но такие расценки были оправданы. Владельцам импортных видеомагнитофонов приходилось тратиться и на импортные кассеты. Цена кусалась. Одна штука стоила 120 рублей. Тогда это был месячный оклад советского инженера. Поэтому многие старались брать кассеты на прокат. Когда за кассетой нужно было ехать на другой конец города, значит, брать ее на прокат. Ты ее прятал в какую-то там тряпку, полотенце, чтобы никто не увидел. Вечером ты смотрел фильм, мог сделать паузу. Это вообще было невероятно, что ты можешь руководить этими артистами там на пленке. Хоп! Сделал паузу, пошел, там, не знаю, съел бутерброд, вернулся. Давайте, играйте заново. Или перемотать и посмотреть понравившийся кусок. Или пригласить соседей. Кстати, споры о том, чьи устройства, облегчающие и улучшающие жизнь человека, были лучше, импортные или советские, не утихают до сих пор. Свои часто проигрывали по дизайну и удобству использования. Однако они идеально вписывались в советские реалии. Разве японские видеомагнитофон можно было починить ударом кулака? А про советские говорили, можно и не только видеомагнитофон, но и другие приборы отечественного производства. Не включается! Строить, понимаешь? Вась! Глянь! Но все же все эти устройства были, скорее всего, лишь приятным дополнением к жизни. Несмотря на тотальный дефицит в Советском Союзе вещизмом, почти никто не страдал. У многих на кухнях самыми распространенными были простые бытовые приборы. И ничего, справлялись. Это был венчик, который было очень здорово взбивать в яичные белки. Это была большая деревянная разделочная доска, на которой удобно катать тесто. Третий был гаджет. Это прекрасная газовая духовка. Противень. Вот я сейчас даже вспоминаю, что у нас даже формочек не было. Пельмени лепили с помощью рюмки, кружки вырезали. И пирожки как-то тоже моделировали просто вот вручную, там какие-то фигурки могли делать. Большинство советских людей спокойно могли починить своими руками почти все, что было в доме. Отстирать любую грязь без стиральной машины и навести блеск в квартире без всякого пылесоса. В таком же духе воспитывали и своих детей. Я помню, как меня учили подметать пол. Ведь это же искусство, не просто так. Подмети. Вся пыль будет в воздухе, да, и можно будет все делать заново на следующий день. Поэтому советский гаджет – веник. И, кстати говоря, вот если бы сейчас меня спросили, вот чем бы я хотела научить пользоваться своего ребенка – веником или пылесосом? Я бы сказала, однозначно веником. Потому что для того, чтобы хорошо подмести пол веником, нужно быть умным. А для того, чтобы пылесосить, ума не надо. По субботам генеральная уборка дома. Я всегда отвечал за протирание мебели тряпочкой. Специально, значит, вот натирал такой полиролью. Помню, была полироль. Она еще так пахла интересной. Вот когда чистая комната, и мебель пахнет полиролью, и блестящее – это вообще что-то невероятное. Хотя были семьи, где хозяйкам со стиркой и уборкой помогала прислуга. Так детство дочери знаменитого советского барда Юрия Висбра Татьяны прошло в коммунальной квартире на Неглинной улице, где у них как раз была такая помощница. Правда, одна, на все комнаты. В Неглинке у нас была Верка, которая убиралась у всех и была совершенно великолепным каким-то человеком душевным. Мы с деревней, очень простая, но она всех любила, и у всех по доброте душевной оплатили ей у Рива. Она убиралась у всех. Но все семьи, независимо от достатка, приучали своих детей к труду и смекалке, потому что понимали, рано или поздно любой аппарат может стать бесполезной вещью. Поэтому человек должен уметь все делать сам, без помощи всяких приборов. Подведем итоги наших воспоминаний. Некоторые из тех гаджетов, о которых мы сегодня говорили, были, конечно, большой редкостью для всех советских людей. Правда, если уж очень понадобится, почти все мы могли сделать своими собственными руками. Да не потому ли сегодня люди советской закалки без больших проблем могут найти выход из любой, даже безвыходной ситуации? Пока, мальчики и девочки. Физкульт-привет! Все об этих краях, куда мне очень надо попасть. О местах, что не в карте, от Владивостока до Бориса. Все об этих краях, куда мне очень надо попасть.